Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также в команде моей коллеги Михаил Эверстов и Мария Сумхавырова. В Якутске прошел семинар для мам особенных детей в рамках проекта «Обнимаюсь сердцем». На площадке были раскрыты правовые вопросы поддержки родителей, особенных ребятишек и практики самопомощи, как быть мамой в ресурсе, как избавиться от тревожности и уроки красоты. У меня сегодня в гостях Любовь Андреева, тренер, телесный практик, педагог, соорганизатор семинара. Здравствуйте. Кристина Гавриилеева, кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог, специалист по массажу и эстетическому типированию. Здравствуйте. Здравствуйте. И Аиза Сидорова, врач-реабилитолог, и все вы вместе авторы «Дневники мамы». Да. Расскажи, пожалуйста, Любовь, как прошел семинар? Семинар «Дневники мамы» инклюзивного проекта «Обнимая сердцем» прошел у нас на той неделе. По количеству гостей на всего было 47 человек, мамочек 27, и там еще присутствовали спикеры, вот девушки, сегодня тоже они пришли со мной, и приглашенные партнеры. В целом, вот как прошло, я поняла, что 20 человек, мамочки, особенно детей, и еще 20 человек, партнеры, это значит… Да, да, и присутствующие, ну, причастные, причастные к проекту. Да, причастные к проекту. Всего семинар, мне кажется, прошел очень удачно, ну, по мере своей вот… По мероприятиям, по насыщенности, да. А по счету какой он? По счету, это первый семинар. Первый? Да, посвященный дневникам матери. Дневники матери мы только-только-только начали собирать, с февраля месяца есть, и сейчас будем еще собирать до конца года. И планируем со следующего месяца уже публиковать аудиозаписи и видеозаписи. Уже со следующего месяца? Да, с моей. А давайте вот телезрителям и радиослушателям нашим расскажем, что такое проект «Дневники мамы». Кто расскажет? Ну, проект «Дневники мамы» — это проект, который направлен на родителей, на мамочек, которые воспитывают детей, ну, особенных детей. Какие сложности есть, с чем они сталкиваются. В основном же они все закрытые, мамочки. В основном упор идет на детей, детей с ВВЗ. А мамочки у нас всегда остаются в стороне. Как бы их интересы, их проблемы, их какие-то сложности не учитываются. Для того, чтобы поднять этот вопрос, чтобы мамочки начали ощущать поддержку, помощь и раскрываться, не стесняться, что у них такие дети с особенностями, и жить полноценной жизнью в обществе. А вот полноценной жизнью в обществе все-таки есть, да, такое, то, что общество в какой-то мере... Ну, для мамочек все равно же есть какие-то ограничения, потому что дети постоянно требуют ухода, нуждаются, чтобы 24 на 7 кто-то был рядом, кормил, поел, там и поведенческие нарушения могут быть, и все равно надо пересматривать. Поэтому такой свободы, как у других людей, у них нету. Но есть другие возможности. Какие? Ну, с моей точки зрения, по моему опыту, вот именно я не зацикливаюсь и не фокусирована на том, что ребенок болеет, во-первых. То есть я вижу эту проблему с другой стороны, с другого ракурса, и это, конечно, дает очень большое преимущество, и недостатки тоже бывают, трудности, сложно, да. Но когда от них уходишь, вот тогда и появляется еще больше энергии, с которым ты можешь и в бизнесе хорошо поработать, и с другими людьми объединяться, присоединяться к каким-нибудь группам, и между собой вот так взаимодействовать. И вот такой, да, это такой ресурс. Мама должна быть в ресурсе. Она должна, да, психологически не истощенной, энергетически наполненной, чтобы что-то делать. А в одиночестве, да, человек может угнетаться, ну, закрыться в себе и ничего не делать. Ну, вот именно в этом моменте хочется вопрос задать. У вас, за вами у всех своя история. Да. Да. Вы являетесь все авторами дневников мамы. Вот трудно было сделать этот шаг. Мне, нет, потому что я уже приняла моему ребенку уже 18 лет, и мы давно уже в этом статусе, и как бы я уже и приняла, все эти этапы прошла, и для меня уже несложно говорить о своем ребенке, рассказывать, какие сложности были. Сейчас уже все спокойно можно говорить. Это вот 18 лет практически у вас вообще другой режим работы. Даже просто расстановка дня, да, вашего? Да, потому что мы не можем ребенка оставить одного вообще, ну, максимум на час, да, потому что он социально вот за собой не ухаживает, ему даже он воду сам самостоятельно не может выпить, поэтому надолго его вообще не оставляем. Обязательно кто-то должен быть рядом. Если вообще невозможно, то только максимум на час, полтора можно его оставить. Если у срочные какие-то дела, то все равно надо быстренько приехать домой, покормить, там попить. Все систематически. Да, все это уже были график. Как график у нас сделано, поэтому уже легко как бы. И у бабушки у нас есть бабушки, они самые наши помощники. Сейчас самые лучшие, я согласна. А вот каково было принять то, что вот твой ребенок, он особенный? Вот как? Ну, я вообще об этом не рассказывала никогда. Да, и вот после семинара, когда я послушала мамочек, да, своих вот этих девочек, посмотрела, послушала, как они прошли этот путь, так же, как и я, да, я решила все-таки открыться, рассказать и написать дневники мамы. Это, для меня это было сложно, так как ребенок интеллектуально сохранный, да, и осознавать то, что он является, ну, имеет инвалидность. Это намного сложнее, чем вот ребенок, который... Отпустяется у инвалидов. Да, да, который не понимает то, что вот, ну, кушать есть, и это есть, то нормально, да. А если ребенок уже все осознает, у нас прямо такая борьба была, это мы узнали еще, когда ему было то ли 10, то ли 11 лет, у нас инвалидность по зрению, обеотрофия сетчатки, поэтому, ну, прогрессирует зрение, да, снижается зрение и может привести к слепоте. Когда ребенок осознает это, знает, что так будет, да, это, конечно, очень сложно. Но моему ребенку сейчас много лет, 25 лет. Вы очень, прям вот когда увидела вас на семинаре, когда вы сказали и рассказали, так удивилась. Ага, ну, я его так отпустила, я очень долго не принимала, конечно, я была одна в своем горе, да, таких вот семинаров почему-то в то время не проводилось, да, таких сообщений, ну, сообществ не было, очень было сложно, конечно. А потом, а я это приняла, очень много думала, мы проходили вот с Аизой очень много практик, проходили телесные практики, психотренинги, всякие коучеры, однокурсницы. Мы вместе учились. Мы вместе учились, у нас вот такой одно, горе тоже есть на двоих, да. Но я его как бы отпустила, отсепарировала от себя, и он сейчас живет своей жизнью. Он окончил 11 классов нормально, да, как обычный ребенок, мы его подбадривали, как могли, да, как могли. Он закончил медицинский колледж, но он не признает свою инвалидность везде, все время не говорит, что я такой. Вот так вот всегда у него было, конечно, сложно, я вам говорил всегда, вот если я ослепну, все уже, типа, не хочу больше жить. Таких моментов было много, но если вот отсепарировать от себя, ну, поповинно сепараться, жесть детей, да, и ребенка, и смотреть как, ну, отдельную личность, да, отдельного человека, который может сам выжить, прожить, да, то как-то легче. Я его отпустила, он сам живет своей жизнью, конечно, помогаем, да, зарабатывает себе на жизнь, да, работает, поэтому... Полной жизнью. Полной жизнью живет, да. Это самое главное. Самое главное то, что дети счастливы должны быть. Да, очень хочется, чтобы он был, да, счастлив, чтобы вот это вот, чтобы вот, ну, вот это состояние у него, стабильности, да, надолго хватило, конечно. И вот вы такие молодцы, честное слово, а вот, вы просто, вот, в наше время, в наше время, конечно, этого вообще ничего не было, да, а сейчас, как вы можете, представьте, да, с такой силой объединить всех мамочек, чтобы они не оставались одни. И стараемся, для этого работаем, чтобы мамочки раскрылись. Это же идея тоже мамочек была, вот дневники мамы написать, это была идея одной мамочки, чтобы другие мамочки тоже почитали, да, тоже, как я, да, вот, ага, да, надо как-то рассказать, чтобы тоже, ну, мотивация какая-то была для других мам, чтобы они как-то легко выходили из такого состояния, из состояния такого беспомощности. И проживать свое горе в одиночку уже все. Вообще родитель, родитель переходит, мне кажется, несколько этапов, да, выходит от этого, да. И когда ребенок этого не понимает, уже хочется вот, ну, когда объясняешь другим людям, это сложнее. А когда вот сохраняешь свой позитив, свое вот мировоззрение внутри себя, свой маленький мирок, где ребенок счастлив, где ты не плачешь рядышком там, не волнуешься о его здоровье или о его будущем, а чисто просто наслаждаешься жизнью, вот тогда и человек, ну, ребенок тоже начинает так же вот. Когда мама счастлива, ребенок тоже счастлива. Когда мама счастлива. И вот такие семинары, именно вот такие проекты, именно его одушевляют и вдохновляют, объединяют. Вы такая молодая и уже такие, да, мудрые, мудрые. У вас, как вы пришли? Когда мне предложили написать дневники мамы, на тот момент я, мы проходили реабилитацию с сыном, и я там тоже собирала своих мамочек, с которыми еще с рождения сына все вместе были. И я там, мы тоже там вместе там общались, но не в кругу, ну, не как семинар, а как консультации, как конференции были. А такие вот маленькие все равно коллективчики были? Да, коллективчики были, по пять, по десять, по двадцать человек, ну, максимально 20-30 человек было. И мы там между собой общались без телевидения, без левых людей, грубо говоря, чисто со своим горем, единомышленники, допустим, да, со своими детьми. И вот когда предложили идею дневников, я как автор-стихотворец была очень удивлена, но раскрывать свою историю, свое лицо... Мы собирались, да. Для меня было это шок, потому что признавать это себе, это одно, раскрываться, ну, сказать другим. Вот, допустим, это хорошо, когда ты сам по себе там ездишь по другим городам, по другим реабилитациям, когда у тебя ребенок здоров, где-то здоров, где-то болеет, и ни с кем там особо не хочешь делиться, имеется в виду с другим обществом, да, просто вот в кругу своих единомышленников там крутимся, крутимся, вертимся, это другое. А когда вот раскрываешься, там оказывается такой потенциал и такой ресурс можно взять, оказывается, энергию. И вот оттуда и появилась идея инклюзивного проекта, и оттуда и появилась дальше вот далее дневники матери. Еще у нас будут еще очень много мероприятий, которые, и я рада тому, что есть люди, которые, ну, не причастны с этой проблемой, они сами тянутся, сами поддерживают, и я поняла такую поддержку, оказывается, я думала, что такого не будет. Мне всегда говорили, ну, и специалисты в России, ну, с кем мы там не сталкивались, все говорили, будет тяжело, но я не думала, что настолько будет. Но когда вот объединялись с другими мамами, когда начинали слушать их историю, и где-то там начинаешь какие-то действия делать, которых ты раньше не делала, да, вот тогда и оказывается вопрос решается быстро. Информацию получаешь, да, и то, которую ты не знаешь, другие знают. Намного легче же, когда ты не одна, да, от таких, как ты, если есть много, то и много легче как-то. Даже просто рассказать, да, свои сложности, там моменты и отпускаешь. Просто рассказать. Вот этот страх, оказывается, один страх, за ним еще несколько страхов, а когда вот борются с одним, убираешь его, и все другие тоже убираются. Ну, это так, бороться, бороться тоже с другими иллюзиями и проблемами. Ну, стоит же, наверное, отметить то, что сейчас современное общество, они уже как-то более-менее к... Да. Особенно... Да, общество более... Лояльнее относится, да. Лояльнее более... С принятием таким, да, что... Люди стали намного добрее, чем в 90-е, в 2000-е. Ой, да, там вообще... Ну, даже лет где-то 5-10 назад стали добрее. Ну, и детей очень много стало с ограниченными возможностями. Больше стало намного. К сожалению, так? Поэтому... Или раньше просто люди не замечали его, может быть? Больше и больше стало. Просто, наверное, на тот момент о ней еще сильно никто и не рассказывал, не раскрывался, допустим... Да, все... Да, я же вообще никогда никому не рассказывала. Вообще это было табу у нас, даже в семье. Вообще не рассказывала. Мне даже, когда сына сказали, вот надо его в школу для слепых отдать, ну, перевести, да, и обучить вот эта же книга, как называется? Брайля. Да. Вот этим вот по точкам-то буквы. Брайля. Брайля, во-во. И, конечно же, я старалась относиться к сыну как к здоровому ребенку. Я не говорила, что ты плохо видишь, поэтому и так, так. Относилась так, как к остальным детям, да? Так же одинаково, так же его и ругала, и требовала от него так же. И он как-то это особо не почувствовал, видимо. Ну, мне так кажется, да? А так вот нам прямо профессор приезжал и говорила, «Все, если сейчас ты его не переведешь, уже будет поздно, как он будет потом читать». Зато он не житил. Да. И вообще никому не рассказывал, потому что не знала, кому рассказать, да. Такого же не было раньше. То же самое. Сейчас очень хорошо, когда все открыто, все в открытом доступе. Мы открыты для мамочек с детьми с ОВЗ. Всех принимаем, всех услышим, всем поможем. И вот вот... Советами. Да, вот такие три прекрасные дела сейчас. Просто и все свои группы, все свои команды вы поведете. Потому что, да, дети, дети, особое внимание, особенные дети, там особенный режим. А про мамочек-то никто и не думал. Как они должны и тут, и там успеть, и пойти поработать. А я по вашей истории так поняла, что вы вообще переквалифицировались. Да. Да. Все меняется, вся жизнь меняется. Я была участковым педиатром в поликлинике. После рождения ребенка я вот шесть лет занималась его, ну, как бы, реабилитацией. Дома сидела. ОФК, массаж, физио. Вот семейную реабилитацию. Ежедневно, по три раза в день. Два-три года, безостановочно, без выходных. И вот потом уже думаешь, да, как бы профессия, это моя... Это какая, ну, у меня разочарование было. Что я вот врач и не могу своему ребенку... Какой я врач, если я вот даже собственному ребенку вот на ноги поставить не могу, что-то сделать. Я искала другие профессии. Я хотела уйти со своей профессией, но примеряла другие какие-то. Но вообще ни что не лежит. Поэтому решила, значит, переподготовку пройти и уже идти в сторону реабилитации. Так я стала врачом по лечебной физкультуре сначала. Потом сейчас появилась специализация именно врач-реабилитолог. С Кристиной вместе, она, значит, физиотерапевт тоже в реабилитации работала. Сейчас мы вместе поехали и обучились на врачей-реабилитолога. Ой, помню, квартира, зал, как зал ЛФК. Куча мечей, куча вот эти вот бассейны. Вот эти шведские стенки. Мы рекламу сейчас, а потом продолжим. Переделаем рекламу и будем продолжать. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу. Вы можете позвонить к нам и задать вопросы на якутском, на русском языках. Сегодня у нас в гостях Любовь Андреева, Кристина Гаврилеева и Аиза Сидорова. Они все являются авторами дневников «Мамы». Проекта «Обнимаю сердцем». Вы можете позвонить на номера 32 00 66 и 32 11 66. Вот мы продолжим разговор о том, что у Аизы там уже целый, прям в квартире сделали кабинет. Квартира была вся обложена этими мечами, шарами, шведские стенки, магнитные стимуляторы, массажные ролики. И такое расписание висело у нее. Утром сделать массаж головы, в обед массаж спины. Где-то там на мечах, где-то что-то, где-то ОФК, где-то поползать. Все было расписано по часам. И вот так каждый день. Как у нее хватило терпения? И она, если сделала, делала плюсики, обводила их. Когда не сделала, не обводила. Потом на завтрашний день уже слово весь мучает, что ты вот с ребенком не занималась, что этот день прошел для него зря, в пустую. И на послезавтра уже ты с двойной силой уже все это делаешь. А вот, знаешь, идея, то, что у вас там прямо дома вся обстановка была адаптирована под ребенка. И немаловажная же поддержка близких в таких. Да, это вот когда мама, папа оба направлены на то, что на восстановление ребенка. Это очень хорошо, когда поддержка есть. В основном же мамочки одни остаются. В большинстве случаев, когда вот случается вот такая трагедия, мамочки остаются одни. Папы вот такой нагрузки, вот такого стресса, они, оказывается, не выдерживают. Сколько женщина может выдержать? И она одна остается с таким ребенком. Это вдвойне сложнее. Когда папа есть, это уже такая опора, такая помощь. Даже вот папа может ребенка быстрее принять, чем ты. Это вот о вашей жизни. Да, это наш папа. Он его так прямо любит с рождения. Но он сначала думал, что мы его восстановим. Он в себя доверил, конечно. Но с годами мы его на ноги поставили в опорном плане. Но в умственном плане, конечно, у нас поражение очень большое. Поэтому особо таких улучшений у нас не было. Минимальные. Но все так же, все равно, ребенок уже большой. И единственное, вот сейчас сложности, да, когда 18 ребенка исполняется, вот дальнейшая жизнь, да. Как бы в школе, в садике, например, ну, обычный садик идешь. Или специализированный садик. Мы ходили в специализированный садик для детей из опорников, да. Потом в школу. Можно в обычную пойти, можно тоже специализированную подобрать, да. У нас тоже коллекционная школа была на домашнем обучении. Потом уже заканчиваешь. И вот тут как-то ребенок, оказывается, ну, как бы нужен только нам. И в этом, в жизни как дальше, вот у нас такой этап сейчас. Что мы будем делать с ним дальше, потому что на работу он уже не идет. Он не женится, как бы, и учебы тоже нет, чего нет. Ты думаешь, как бы организовать его досуг сейчас, как занимать, что делать, что посещать. Вот такие сейчас у нас мысли, как дальше он будет жить. И теперь мы уже думаем о своем здоровье. Мы раньше думали его поставить, а сейчас мы думаем о своем здоровье, что мы должны дольше жить, не болеть, да, чтобы максимально долго за ним присматривать, а не оставить ребенка-инвалида, сестренки, да, только из-за того, что они вместе, ну, имеют одну маму и папу. Да, но мы стараемся воспитать дочку, чтобы она тоже, когда мы умрем, возьмет на себя ответственность, но и не насильно, да, она же не может там. Поэтому мы сейчас уже активно занимаемся своим здоровьем. и зарядку делаем, и добавки пьем, и ведем активный образ жизни, чтобы не было никаких болезней. И как бы самим, да, в балансе, в ресурсе, чтобы не выгорать, не физически, не болеть. Ну, вам, врачам, наверное, в этом плане... Чуть поехать. Да, чуть поехать. То, что мы реабилитологи, по восстановлению мы больше знаем. Ну, вы еще во время, помимо того, что вы врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, вы еще и для мамочек показываете... На семинаре, да, я проводила, обучала. Ну, я могу также проводить обучение по самомассажу лица, для красоты, для себя, да. Поддерживать тонус и эстетическое тейпирование для лица. Это делается при помощи тейпов, наклеивается на ночь, и запросто можно убрать отеки, бороться с морщинками мелкими, да. Улучшить цвет лица. Померденье стареть. Да, чтобы так, естественно, красиво стареть. Да, удушь. Ну, наверное, уже в том возрасте не лицо отекает, а отек на лице отекает. И отеки быстро тейпы... А тейп помогает. Тейп хорошо помогает, да. Да, потому что лимфатические узлы у нас забиваются, да, с возраста. И застойные. А застойные явления, вот это земное притяжение в инвесторе. Будем говорить так, да. Земное притяжение. Фиброзы образуются, да, склероз, фиброзы, которые не кровоснабжаемые, вот эти вот комки, да, подбородок наш второй, да. И вот с этим борется, конечно, вот самомассаж лица и тейпирование. Вот смотрю на вас, вот, и я думаю, ну, массаж, по-моему, нет. Спасибо. Реально помогает. Да. Ну, это нужно не лениться. То, что мы, конечно, очень ленимся. Надо периодически делать, конечно. Ну, вот этот вот семинар, да, это, мне кажется, прям... Сколько не семинар, а вот ваше объединение, и то, что вы можете за собой повести мамочек. И вот у нас телефонный звонок. Мы одеваем, ну, портим прически, одеваем наушники. Алло, да, здравствуйте. Алло, дараба. Дараба. Алло, дараба. Там. Дараба. Да. Это комиссия, психолого-педагогическая комиссия. Это комиссия, психолого-педагогическая комиссия. Это комиссия, психолого-педагогическая комиссия. Ага, это прямой эфир. Ага, это комиссия. Это комиссия, психолого-педагогическая комиссия. Ага, это комиссия. Ага, это комиссия. Ага, это комиссия. Мамочки забывают про себя, себя посвящают детям. Да, 24 на 7. Это все мамы. Все мамы, да, не только дети, но и все мамочки. Поэтому, чтобы как-то, как сказать, как-то... Чтобы они... Да, и их досуг, и их ресурсы, чтобы они обратили на себя внимание, чтобы почувствовали себя красивыми, любимыми, любящими женщинами. Да, мы проводим такие семинары, да. Мы проводим такие семинары, и этот семинар у нас не последний, такие семинары еще будут. Мы еще проводили такой семинар в прошлом году среди слабослышащих, ассоциаций слабослышащих. Ага, выезжали, и там собирали, ну, ассоциация слабослышащих на нас вышла, мы к ним приезжали, мы проводили у них тоже самомассаж. Там мамочки были? Там мамочки были, да? Там были и мамочки, и папы, и все были. Ага. И сами слабослышащие тоже были, и мы проводили для них вот такой самомассаж, йога была, тейпирование тоже было, еще что-то мы проводили. Помнишь? Да, мероприятие у нас в проекте инклюзивного. Много. Проекты «Обнимай сердцем» очень много, различные, можете присоединиться в любом месте. Да, мы ждем мамочек, которые вот варятся в своей каше, со своими этими проблемами. К которым никому обратиться, ну, по их мнению, можете нас найти. А самое главное то, что вы помимо того, что еще и в Якутске, вы не только же в Якутске. Да. Вы по району уже распространяете своих, и ваши представители там, ну, и еще... Кураторы. Кураторы есть, представители. А еще у нас в рамках «Обнимай сердцем» проекта есть уроки доброты. Мы показываем в школах, в начальных и средних классах, про... Известных людей с ОВД. Да. Это у нас очень классный такой есть видеосюжет, видеоблог, видеоролик. У нас вот еще телефонный звонок. Алло. Алло, да. Слушаете, да? Да. Слышно. Слышно. Это... Угу. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подрастающим поколением Объединение Нужно опять же повторить Вы принимаете абсолютно всех мамочек Абсолютно с любой точки Нашей республики И проект Дневники мамы Вы все еще принимаете Истории жизненные Мамочек А вот эти истории жизненные Можно в телеграм-канале Попозже, а со следующего месяца Начнем публиковать И аудиозаписи И аудиозаписи записывать будем А так истории сейчас нету Пока вот освещаем семинар Как у нас он пришел Какие спикеры, какие люди Какие мероприятия идут И какие у нас партнеры Добрые волонтеры Ну очень много На самом деле Ангелы добра Да, Ангелы добра На самом деле Очень много У нас тем Обсуждений Все это в телеграме Да Должна выйти аудиокнига Ди Тоже Дневники мамы Вот еще самое главное Вот с Анной Федоровой Вы вчера по телефону разговаривали Она говорит Что вот желающих помочь Очень много Да Это очень много собралось Очень много собралось Да И вы даже не представляли Наверное Оказывается Оказывается Вот они все рядом с нами И все Хотят нам помочь Да Они-то не знали Да Вот как узнали Они все готовы помочь Это очень Очень классно Это вот представляете Как вы объединяетесь Да сейчас Вот И еще плюс за вами И столько молодых мамочек За собой поведете И они не закроются Они не будут сидеть там Десятилетиями И копаться в себе Да Да Винить В первую очередь Что мы делаем Мы же себя им винить Да Причину искать Там Виноватых искать А еще по пути встречаем Там всяких Кто может там свои Пять копеек Ставить Спасибо вам огромное Что вы пришли к нам Сегодня в гости Спасибо Спасибо огромное Что вы нам рассказали Свои истории Спасибо вам Спасибо И когда выйдет аудиокнига И после Следующего Уже большого семинара Где вы соберете Еще больше У нас в сентябре Как раз Намечается Следующий семинар И вот как раз Мы обязательно Поговорим Обсудим Уже И до И после Да Спасибо 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 Что вы были с нами До скорой встречи До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok До свидания До свидания